Называется «Возвращение блудного сына». Картину Ремборта писал в год своей смерти, в 1669 году. Это одно из последних его завещаний, что ли, писал. Вообще, картина написана на Невангелем Суперс. Вот такая рассказа, мы сказали, как у некого отца, в Евангелии от руки можно прочитать, у некого отца было двое сыновей, и вот один из них забрал часть своего наследства, ушел из дома, промотал деньги по кабакам, по личным домам, деньги очень быстро кончились. И он больной, оборванный, пытался как-то выживать, да и дал скорыто со свиньями, пас домашних животных. И через эти болезни, невзгоды и лишения, он осознал, что он совершил большой грех. И он смирился, раскаялся и попросил прощения. И пришел в дом отца просить прощения, и отец его не прогнал. Он пал ему на грудь и приказал зажарить жирного теленка, и простил своего сына, чтобы отпраздновать это событие. А когда старший сын сказал отцу, почему, когда я попросил тебя небольшого барашка для себя зажарить из своих друзей, ты мне отказал, хотя я тебя ни разу не ослушался, тогда отец отвечает своему старшему сыну, когда блудно ушел из дома, он мертвый стал. Он раскаялся, он смирился, и он опять живой стал. Потому что спасти свою душу человек может только одним и единственным способом. Раскаяться, смириться и постараться не грешить. Ну, все мы знаем, что-нибудь накосячишь, и жжет прямо внутри. «Мама, я разбил твою чашку, прости меня, пожалуйста». И что, мама, не прости? Да, конечно, прости. А почему? Потому что любит. Ну, что есть Бог? Бог есть любовь. А если отец наш, Господь Бог, он нас всех создал, как отец может не любить своих детей? Вот ты приди, попроси, тебе проститься, ведь отец милостив. Но мы же гордые, мы же лучше всех знаем, что мы все правы, что мы все делаем правильно, вы все, типа, идиоты. Кстати, вот видите там пятка жестко-оружная, стопнувая башмака? Вон там, видите, у глудного сына. А это Рембрандт вам говорит. Это им метафора, им сказание. Он вам говорит, вот сколько человеку нужно стоптать башмаков в этой жизни, чтобы понять, что главное, ни деньги, ни слава, ни вот эти тряпки. Когда-то у него был потрясающий кафтан, шитый золотом воротник. Так оно на нем сгнило уже, все. Это все будет прахом. В этом мире ничего вечного нет. Все тлено. Все тлено. А вечная только душа. А спасти душу можно только одним способом. Вот этот способ, как бы, да? Нет, конечно, можно всю жизнь копить деньги, знаете? Но у гроба карманов нет. А тут с лизой без багажа уедем, как говорится, да? Можно славу упиваться. Ну сколько? 30 лет? 50? Ну и что, все? Все схлопнулось? Нет, тут он что-то тоже хоронили. Как-то, да, у него руки из голуба торчали, как бы, да, что он ничего с собой не взял. Да, он весь мир зановоевал, конечно, да. Ничего нельзя. Ну, кстати, Рембрандт еще в 635 году написал свой автопортрет «Саски». Это в Трестовской картинной галерее хранится картина, где он изобразил себя в такой шляпе, в пышной. У него бокал, штреблаз свиного в руке, на коленках у него его «Саски» сидит. Это называется картина «Блудный сын». То есть блудный сын в публичном доме прогуливает деньги своего отца, как-то ведет себя очень нехорошо, понимаете, да? То есть смысл был назидательный. Нельзя себя так вести. А Рембрандт в этой картине выбираешь все лишнее и оставил эту пронзительную сцену все прощающей любви. Вообще-то, что здесь произошло? Мертвым был и живым стал. Это как вообще? Это воскрешение из мертвых по большому счету. А на самом деле старший этот сын не понимает. Он говорит, что за безобразие, что за несправедливость. А вон там радуются, говорят, ой, блудный, ты вернулся, радость-то какая-то. И все вот эти люди, которые так стоят, они все по-разному относятся к этой сцене. Они все по-разному ее воспринимают. Но разве от этого эта сцену менее великой и грандиозной становится? Да, конечно, нет. Но дело все в том, что, ведь когда вы смотрите на картину, главные персонажи должны быть где-то в центре. Правда? Они же главные. А что делает Рембрандт? Он сдвигает это лево. И кто стоит перед этой картиной по центру? Да мы с вами. И вот так вот эти люди выстраиваются, и мы стоим в центре. И Рембрандт верит, что мы-то поймем. Ведь когда он эту картину писал, он жил в квартале еврейском, Амстердаме, в квартале для бедных. Все его имущество было описано за долги. Жена умерла. Кстати, сын умер. Жена сына умерла. У него на руках тицца, внучка грудная. И 12-летняя девочка Корнелия, дочка от Хенрики Стофилс. Вот когда Рембрандт умирает в этом году? В 669-м году. И за ним... Вообще девочка нашла всего 20 гультов на носильщиков, на гроб. И его несут носильщики. И за гробом идет одна его дочка, вот эта Корнелия. Его хоронят в общей могиле. Мы даже не знаем, где его хоронят. Точно его могилы нет. Как вы знаете, в какой церкви, но где, непонятно. И вот так умирает этот великий художник. А его великое наследие... Эта картина стоит какие-то бешеные сотни миллионов долларов. Понимаете, да? Она живет до сегодняшнего дня. Один пастор из Америки приехал вот сюда, из Америки, Соединенных Штатов. Простоял здесь 4,5 часа. Ушел, написал там книжку, 800 страниц. Про то, что он здесь понял, при этой картине. Посмотрите, у отца глаза слепые, видите? Он смотрит в разные стороны. Он своего сына не видит. А ему не нужны глаза. А знаете почему? Потому что Рембрандт говорил, у человека два видения. У него есть внешнее видение, глаза, а есть сердце. Сердце мы же знаем. Твой человек не твой. Хорошо или плохо. Все там внутри барометр наш показывает. И вот здесь идет общение на уровне глаз, на уровне сердца. Вообще, конечно, картина великая. Как я уже говорил. Ну, а Рембрандт добавлял толченое стекло в краски. Использовал янтарь. Очень много экспериментировал, чтобы сделать такой свет, который льется на вас. Видите, самое светлое лицо? Это отец, конечно. Это его голова. Вообще, когда эту картину купила Екатерина II, а она купила ее в Париже, и Мир Голицын для нее предал. Конечно, это была ее одна из самых таких великих приобретений. А вот в 30-е годы распродавали шеледеральный этаж. И был такой один магнат нефтяной, его называли мистер предпроцентов. В Сабоне музей знаменитый Мир Голицын. Так вот, он решил эту картину нашу купить. Мы сошлись в деньгах. Дорого оказалось. Вы представляете, если бы ее еще продали? Это вообще кошмар. Но не продали. Картина осталась у нас. Я думаю, что должно было произойти, чтобы такой несправедливости не случилось. А вообще, сегодня в Эрмитаже хранится 22 картины Рембрандт. А каждая стоит миллионы долларов, как вы понимаете, Соединенные Штаты по Америке. Но это самая главная картина. Понимаете?